Пока подумайте, в каком году впервые в программу чемпионата мира были включены микс-дуэты, где, собственно, мы выиграли золотую медаль. 16-й. Неправильный. Неправильный. Ну, не знаю. Ну, вот уже можно гадать. 15-й. 15-й, правильно. Правильно. Я, знаете, потому что у меня внучка занималась рекламной планы спортивной школе аюзистского резерва. Но тогда она приехала. Я так шучу хотела. Она уже была. В нем в соревнованиях участвовала. Пап. С вас заслуженный. Пусть мои внучки будут в подписи, ладно? Да. Вот, за правильные деньги. Наши с вами по конкурсу. Это что? Это шапочка. Это шапочка. Это как раз будет плана. Распослуха, я волоска. Я каждый день ее возила. Это, конечно, трудно для детей. Так, посылайся совсем недавно. Неимоверно. Да, совсем недавно. С четырех лет. Могу сказать, что вообще изначально вот эта идея мужского синхронного плавания, она была... Ну, ее вообще... Ростки уходят далеко-далеко. Есть такой известный американец Билл Мэй, которому сейчас уже, по-моему, порядка 45 лет. Он выступал в свое время еще с Анастасией Давыдовой, с Ермаковой. Это вот наш второй дуэт, помимо Брусникина и Киселевой, как раз когда они боролись. Он боролся с имя в соло. Он очень долго отстаивал идею того, что есть же балет, есть даже у нас художественная гимнастика мужская. Он очень долго пробивал во всех организациях, что это нужно, нужно. И вот в 15-м году впервые... Добился. Да. Кстати, сейчас большой ажиотаж. Мальчик вопрос. Да. Именно мы... Да, обращается. Ну, нет, в горе, это не очень такое зрение, потому что в 15-м году с ночью тоже были у Киселевой, у Строгенова. У них были соревнования, и там впервые мальчики стали выступать. Но это брать, например, если российский уровень, а когда международный уровень, это очень много зрителей приходит. То есть трибуны были полные вообще на них дуэти, и... Востребка. Да, говорят, что прям... Очень-очень. Ну, не знаю. Это свой день. Вот. То есть тоже оказание. И это мы готовимся к этому соревнованию. Ну, просто ощущение оказания как-то... к своей духовной родине. Ой, я очень-очень люблю Казань. У меня там много друзей, и когда я приезжаю... Ну, так получилось, что родственников у нас там нету, и... Как-то все будет... А корни откуда? Нижегородские. Ажегородские? В Старом Мечле. В Старом Мечлее, Олечье, Овраг. Вот, оттуда. Поэтому в Казань как-то... Первый раз, когда я приехала, я приехала в совершенно... И знакомый мне город, и совершенно не имея никаких знакомых... То есть просто в пустой город я приехала, мне даже некому там было позвонить или еще что-то. За время проведения соревнований, не когда я выступала, а когда я уже приехала в качестве тренера, в качестве человека, который, в принципе, свободен от соревнований и может посвятить себя какой-то вообще в культурной программе, Я обзывалась очень многими знакомыми, и сейчас просто я туда приезжаю как себе домой, мне все там встретят, и всегда... Молодцы, молодец. Ну, это вот такая вот добродушная татарская душа, которая вот стоит один раз знакомиться, и все. Поэтому также я всегда жду их в гости, и если так не приезжают, это вообще потрясающе. В Казани замечательно, и там особо... Гостеприимное. Там очень гостеприимно, там... Правильно. В принципе, часа это гулять, если ты даже есть. Мне кажется, что даже если ты будешь там без денег, тебя все накормят. Ну, мне кажется, что... Правильно, правильно. Найдутся добрые люди. Найдутся. Это вот такая вот показания. Да, обогрели это... Вот, это наша суша. Приласкаю. То, что мы покажем непосредственно перед входом в воду. Это не оценивается, но тем не менее, судьи все равно всегда обращают внимание на то, какой выход, как он сделан. Он, конечно, по факту не оценивается, но негласно все равно считается. Ну вот. Это где? Это сверху снято? Это да, это сверху снято. Это еще на земле? На полу. На земле, на полу. На помосте, да, она стоит. С этого мы начинаем. Да, с этого мы начинаем. Здесь просто ужасно. Примет руки. Все вообще. А когда вот прыгаешь в воду, вода тебя прям вот так вот обволакивает и проходит. Проходит страх. Делаешь все. Это у нас был бал олимпийцев. У нас принимали в Кремле победители и универсиады, и всех-всех-всех спортсменов. И где у нас Алиса? Вот. Слева. А вода везде разная? Да, вода везде разная. Как в живом она существует. Да, да. Хлорку побольше посыпь, конечно. На самом деле, она везде разная. То есть, если даже такое понятие, что легкая вода. То есть, мы можем делать одни и те же элементы, а у нас и высота может прибавиться. Ну, по-другому вообще ощущение. Хлора, естественно, лично. Казалось бы, аж 2О плотности. Да. Казалось бы, да. Совершенно. В каждом бассейне по-разному. Вот. Меня здесь нету. Я вот нахожусь под ногой у этой девочки. Защищаем хоро. На самом деле, очень было... В чём опасность? Потому что она работает ногами, а тут непосредственно находится моя голова. То есть, мы представляем, насколько каждодневно мы это отрабатываем не такого автоматизма, чтобы твоя голова осталась на месте. Потому что бывает такое, что, например, кто-то заболевает, и на место основного человека становится запасная. И если она не знает какие-то нюансы, если не сказали, было такое, что вот она толкает поддержку, а девочка прям летит вот в это место, где стоит другая девочка. И функция девочки была толкнуть и сразу же отплыть. А это тоже нарабатывается маками, в голову неоднократными. И вот она толкает и не знала. То есть, ну, или не успела. И вот прям вот... Ну, нет, благо всё хорошо. Дальше секунды. Дальше секунды. Они строят решётку, благодаря которой другая девочка встаёт на эти руки. А чтобы эти руки не провалились, там внизу есть ещё другая девочка, которая толкает ногами. А я толкала девочку, которая толкала ногами. То есть там очень сложная пирамида. При ваших масштабах умный механизм. Вот. Могу показать вам церемонию награждения. Как раз вот в Барселоне это была. Она немножко не такая, как все остальные, потому что мы решили провести небольшой такой перформанс. Они запланированы, никто про это не знал.